Несмотря на режим самоизоляции в регионе, профилактику по другим заболеваниям никто не отменял. Все больницы, государственные и частные, работают в штатном режиме. Людей меньше не стало, рассказывает Денис Сгирский, врач-травматолог. В больнице обстановка спокойная. У нас на входах, на всех входах в стационар, пациентов осматривают, проверяют. Если есть какие-то подозрения на температуру, либо кашель, пациент, конечно, не разрешает проходить дальше в стационаре. Поэтому обстановка достаточно спокойная. Здесь в стационаре пациентов много, и мы работаем в плановом режиме. По поручению президента Владимира Путина, частные клиники привлекаются для того, чтобы в случае необходимости оказать помощь больным коронавирусной инфекцией. В одной из дни государственных клиник Самары для этих нужд подготовили свыше 60 койко-мест в хирургическом и лор-отделениях. Мы раньше оказывали помощь в экстренном порядке только пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 7 дней 24 часа и абдоминальной хирургии. Сейчас у нас развернуты дополнительные койки для оказания еще и экстренной помощи. Обычный рентген не всегда может обнаружить новый вирус, говорят врачи. Точную диагностику может обеспечить компьютерная томография. Но нельзя забывать, что это тоже облучение, поэтому без направления от своего доктора паниковать и лишний раз ее проходить не стоит. В больнице установлено современное оборудование, в том числе здесь есть и необходимые для искусственной вентиляции легких аппараты. Используется этот аппарат при дыхательной недостаточности, при отете легких, при пневмониях тяжелых, когда не может человек сам обеспечить своим дыханием доставку кислорода к органам и тканям. Самоизоляция, она пока дает какие-то результаты. Я вот всем настоятельно рекомендую оставаться дома и, соответственно, разорвать эту цепь. И было приятное распространение инфекции. Чем быстрее она разорвется, тем нам всем будет проще. С понедельника в Дорожной поликлинике начнут брать анализы на новую коронавирусную инфекцию по направлению от врача. Мария Левина, Василий Кладашов. События.